всем добрый день канал гит и класс с вами андрей щетников и мы обсуждаем вопрос заданный в конце ролика вращающееся седло а вопрос был такой когда мы описываем движение шарика в системе отчета связанной с седлом во вращающейся системе отчета почему возникающая в этой системе отчета центробежная сила не сбрасывает шарик седла почему он достаточно долго на седле удерживается ну правда некоторые говорили а какой из центробежной силе говорите вы ведь нет никакой центробежной силе силы это фиктивная сила но кажется что они прослушали часть условия речь шла об описании движения во вращающейся не инерциальной системе отчета где такая сила инерции фиктивная сила инерции центробежная сила тем не менее появляется когда мы описываем движение относительно этой системы отчета появляются соответствующие ускорение и соответствующая сила и эта сила действительно пропорционально квадрату угловой частоты чем быстрее вращается система тем эта сила больше и пропорционально расстоянию от оси вращения и кажется что когда все раскручено достаточно сильно эта сила конечно перевешивает и должна сбрасывать шарик даже в направлении этих двух подъемов от седла она перевешивает она туда его будет зашвыривать но почему-то этого не происходит и правы были те кто вспомнил что в вращающей системе отчета кроме центробежной силы есть еще и кориолисова сила и эта сила пропорционально угловой частоте вращения системы а также скорость из которой движется шарик относительно но относительно этой системы относительно седла и она всегда это тоже важно направлено перпендикулярно к скорости движения тела и вот мы сейчас порисуем немножко и разберемся каким образом центра каким образом вот кориолисова сила позволяет шарику несмотря на действие центробежной силы удерживаться на седле ну и таким образом как бы рассуждение которые мы проводим во вращающейся в неинерциальной системе отчета согласуется с тем как мы рассуждали когда описывали движение шарика в лабораторной системе отчета где само седло относительно нас вращалась они было неподвижным что давайте порисуем на доске давайте изобразим поверхность седла как это делают географы с помощью горизонталей здесь у нас бугры и вода с них спускается вниз это показано без штрихами к седловой точке а здесь у нас две лощины и без штрихами показано что вода с них спускается от седловой точки вниз ну а теперь какая сила давайте еще силы изобразим которые действуют на шарик когда он находится на бугре со стороны бугра действует сила направленная к седловой точке а когда шарик уходит на впадину на него действуют силы направленные от седловой точки а что же произойдет когда седло начнет вращаться причем достаточно быстро вращение приведет к тому что в системе отчета седла возникнет центробежная сила всюду направленная от центра и эту центробежную силу я давайте изображу зелеными стрелочками наверное как-то так придется мне их положить здесь даже я их вот так добавлю а теперь посмотрите ну в лощинах понятно центробежная сила добавилась кто из силе которая возникала из-за уклона поверхности и лощина в этом смысле стала еще более крутой а что касается бугров если зеленые стрелочки длиннее оранжевых но при предположении в той же точке то тогда центробежная сила перевешивает и на языке географов это означает что наклон раньше направленный к центру превратился в наклон направленный от центра что же это означает а это означает что наша седловая поверхность стала бугром правда ну не не круглым а вытянутым давайте мы этот бугор сейчас изобразим уберем все стрелки сотрем старые горизонтали и нарисуем такой вытянутый бугор бирк штрихи всюду будут направлены от центра никакой седловой точки теперь нет теперь у нас есть центральная бугорная сточка так сказать и куда бы мы не положили шарик если он сейчас неподвижен относительно бугра на него немедленно начинает действовать но я суммарную стрелочку такую нарисую сила направленная ну по пермикуляру к этой самой горизонтали по градиенту шарик начинает скидывать с бугра и вот это и есть формулировка исходного вопроса если шарик скидывает с бугра почему же он с него не улетает а все дело в том давайте у нас шарик расположим в какой-то точке вот он начинает двигаться вниз и чем быстрее он движется набирает скорость падая вниз и чем быстрее он движется тем больше оказывается кориалисово сила которая направлена перпендикулярно к движению шарика значит если шарик движется в этом направлении то кориалисова сила взять свет вот этот кориалисова сила направлена перпендикулярно и тем сильнее, и она тем больше, чем быстрее движется шарик. К чему это приводит? Это приводит к тому, что траектория шарика начинает загибаться. И вот он опускается до какого-то уровня и движется уже не под углом, а вообще параллельно горизонтали. С какой-то скоростью, а скорость он набрал вот в этом, фактически теперь у нас вот это есть линии, равные потенциальной энергии. Он потерял потенциальную энергию, набрал скорость и движется сейчас параллельно горизонтали. Движется быстро. Скорость большая, кориалисова сила здесь тоже большая. Она продолжает его загибать в ту же самую сторону. Под действием этой силы шарик вновь поднимается до той же самой горизонтали, все потенциальная, как бы кинетическая энергия, которую он набрал, перешла в потенциальную, он остановился. Он остановился, дальше происходит то же самое. Он падает вниз, снова выписывает какую-то кривулину. Ну и насколько я могу это здесь нарисовать? Вот такие кривулины и должны появляться. Он начинает крутить вот такого рода траектории. Ну, насколько я смог это изобразить. И так бы он и крутился до бесконечности, если бы еще не было силы трения. А за счет того, что есть потери шарика на трение резину, часть энергии кинетической переходит в тепло. И у шарика уже не хватает энергии, чтобы вернуться на тот же уровень. Поэтому с каждым шагом он опускается все ниже. И это означает, что рано или поздно шарик будет сброшен с седла. А еще раз, а если бы потерь на трение не было, он так и крутился бы здесь по вот такого рода траекториям. И это и есть решение задачи. Я думаю, что то, что я сейчас рассказал, очень надеюсь, что вызовет очередное обсуждение. Спасибо вам за то, что вы в этих обсуждениях участвуете. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.